Микс Ньюс Голова предмет темный, и следованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодняшняя эфир мы неожиданно породни с Вадимом Родиону, с Андреем Лешкевичем. Здравствуйте. С Вадимом Родионом случилось радостное событие. У него родился ребенок, и это очень радует. Хорошие люди, такие как Вадим, должны размножаться и прибавляться в этом мире. Так что мы его заочно поздравляем. А тема наша сегодня будет немножко менее радостная, чем новорожденный ребенок. Мы сегодня поговорим о такой интересной вещи, как разводы. И не случайно, как раз перед передачей, у работников радио возник поток ассоциаций у развода. Развод на деньги, разводные ключи, разводные мосты и так далее. То есть, и это, потому что все к разводам имеет отношение. Развод – это и инструмент. Развод – это как разводный мост, прерывающееся сообщение на какое-то время или навсегда. И развод – это развод на деньги. Развод – это очень многослойное событие, и о нем очень будем много думать. Да, это программа «Диагноз недели». Я Андрей Лешкевич, как уже было сказано, и психиатр-психотерапевт Ореля Лезник-Мартов, звукорежиссер Родион Золотарев. Вы можете звонить нам, пожалуйста, 672-12-93-9, 672-13-93-9. Ближайшие 40 минут посвящены теме разводов. Итак, почему я вообще заговорил? Ну, как всегда, вдохновение все черпано из моей работы, из моей практики. И это очень часто звучит у меня в кабинете. Это звучит от людей, чьи родители когда-то развелись. И это люди, которые вспоминают, каково это быть детьми, у которых вдруг развелись родители. Это люди, которые сами когда-то разводились. Это люди, которые собираются разводиться или сомневаются и колеблются, разводиться или не разводиться. То есть, развод сам по себе, ну, мы не можем, поскольку мы не относимся к католической церкви, мы не можем сказать, что разводы – это однозначно плохо. Это какое-то событие, которое затрагивает массу людей, и оно по определению очень эмоционально насыщенное событие. Это такой эмоциональный взрыв. И затрагивает он и самих разводящихся, и их родителей, и их друзей, которые должны делать выбор иногда, с кем теперь общаться, с кем не общаться, их детей и долгая-долгая история. Даже иногда и внуков, люди, у которых развелись бабушка и дедушка, это до сих пор причина для войны в семье. Уже разводу непонятно сколько лет, а война, всё происходит. Поэтому развод, увы, с войной часто имеет много общего. С чего мы, наверное, начнём? Наверное, самая чувствительная тема – это дети. Но обычно все воспринимают развод как некое точечное событие. Очень точечный взвод. Родители пошли, развелись, с большим или меньшим скандалом разделили. Преимущество разделили детей, которые делят не менее азарт, чем имущество. Но у всего это есть долгая-долгая предыстория. То есть предыстория разводная, она чем-то напоминает, ну не знаю, предысторию какой-нибудь войны Второй мировой или Первой мировой. Если это всё войной, всё-таки оборачивается. Да, долгие конфликты, долгие кипящие недовольства друг к другу, мелкие или крупные вспышки, попытки примирений или не попытки примирений, уличения или подозрения в изменах и предательствах, нарушения клятв, нарушения союзов и тому подобное. В общем, местами развод очень похож на международную политику. Поэтому история развода вся начинается в воспоминаниях людей с более или менее долгой цепочки страданий. Редкий случай, когда люди разводятся по-хорошему. Это, наверное, такое… Или это редкое искусство, или это тот момент, когда люди хорошо друг к другу относятся, как друзья, но понимают, что вместе они больше жить не хотят. Да, любовная лодка разбилась об этом. Да, каждый или хотя бы как минимум один любит кого-то другого, а хорошие, тёплые, дружеские чувства ещё не повод жить вместе. И тогда это происходит. Происходит. Или развод происходит тогда, когда кто-то один вдруг понимает, что эта семья больше не для него. Вторая половина этого явно не того же мнения по этому поводу, и начинается долгая война. Но, конечно, всё-таки первые пострадавшие – это дети. Это, к сожалению, безусловная история. Она безусловна. И эхо детей в семейной жизни, вот такой пары, которая всё долго в этом развелась, это надолго-надолго происходит. Как кто-то из психотерапевтов, что дети, которые живут в семье с долгой увертюрой перед разводом, они живут фактически как в мыльной опере, как в таком сериале, где бушуют страсти, где бушуют конфликты, подозрения, вовлечено масса людей. В таком случае развод для них каким-то облегчением является? Выходом? В какой-то степени да. И я встречал взрослых людей, которые говорили, я никогда не понимал, почему мои родители так долго жили вместе. Никогда не понимал, почему мама не ушла от отца, потому что он был такой вот, почему отец не ушёл. Я вообще не понимаю, что они делали вместе. А иногда люди говорят, я до сих пор понимаю, почему родители не развелись. Они живут вместе десятилетиями, ненавидят друг друга, воюют, у них бесконечные претензии за друг друга и остаются вместе. То есть есть ситуация, когда люди о разводе своих родителей практически мечтали. Вот что вы думаете об такой ситуации? Что заставляет людей, точнее не заставляет пойти на развод? Если все признаки указывают на то, что он имел бы какой-то положительный эффект. Я думаю, что это ситуация, когда люди, хотя и терпеть не могут своё настоящее, но перемены для них ещё страшнее. То есть человек, который терпеть, может, своё мужа или свою жену, видит все его недостатки и даже при этом их, может быть, даже преувеличив, это достоинство уже и не замечает. Но мысль о том, что вдруг оказаться снова одному или одной ещё более невыносимо. Для женщин, это, наверное, специфика ещё наша, для женщин часто оказаться разведённой или брошенной, не для всех, для некоторых, это страшный позор. Климо. Да, я буду брошенный, он мерзает, найдётся какую-нибудь другую женщину, будет с ней счастье, я буду брошенный, кому я нужна с детьми, кому я нужна с тем-то, тем-то и тем-то. И это долгая история обоснований, почему я никогда не уйду, хотя мне и плохо. Уж есть свои обоснования, но на самом деле, мне кажется, это очень такие садомазые отношения немножко, наверное. Люди настолько привязались друг к другу, они настолько наслаждаются, в кавычках, мучением друг друга. Это ведь такая затяжная война с атаками, контратаками, кому нанесли удачный удар и очень довольны этим. Потом противник перегруппировался и нанёс ответный удар. Это ужасно наполняет жизнь. Это очень насыщенная эмоциональная жизнь. Она насыщена не теми эмоциями, которые хотелось бы, но, похоже, для таких людей лучше такая жизнь, чем жизнь наполненная мертвящим равнодушием. И это, да, и это вроде ли взрослые играют в свою игру. Но дети в этом выросшие, дети выросшие мим мыльной оперы. К сожалению, то, в чём эти дети выросли, то для них является привычной средой. И хотя они изрядно намучились и вспоминают это с большой обидой, но очень частая история, что дети, создавая свою семью, начинают жить в той же мыльной опере. Потому что у них эта мыльная опера, ну, как для рыбы вода. Если рыбу вытащить куда-нибудь на берег, она начинает задыхаться, прыгать по песку и пытаться упрыгать обратно в воду. Здесь та же история. У них нет представления о другом способе существования. То есть, вот то, что разводящиеся люди, конечно, делают, и им всё стоит понимать, они так или иначе создают для своих детей некую модель. Они могут себя за это осуждать, или они могут искренне понимать, что ребёнку лучше пройти через этот развод, чем быть в этом бесконечном ужасе. Но так или иначе это происходит. И одна из бед, что дети волей-неволей начинают выбирать чью-то сторону в этом конфликте. Отдельная история, которую очень часто наблюдаю, то, как ведёт себя сын женщины, от которой ушёл муж. Вот женщина осталась сыном. И, к сожалению, не у всех хватает мудрости не посылать своему сыну месседжа. Теперь ты мой мучитель, теперь ты вот мамину мужчина, ты мамина надежда и опора, ты за меня отвечаешь. Это очень частая ситуация. И нельзя сказать, что женщина делает со зла. Она, с одной стороны, потеряна и несчастна, она требует к себе внимания. И этот бедный мальчик тоже начинает ощущать, что теперь он должен стать мужчиной и маминой опорой. Он бедный ещё не понимает, что справиться с маминым эмоциональным шквалом, с маминой болью, с маминой самооценкой, ещё с множеством маминых вещей, он просто не в состоянии. Ему это не по плечу абсолютно. Это, в общем-то, и взрослому мужчине не всегда по плечу. Но этот мальчик – это… Вот такой, как бы это сказать. Знаете, как вот в истории войны всегда есть мальчики-герои, которые только попали на фронт или в партизанский отряд. Они сражались, ими восхищаются. И, в общем-то, никто не задумывается обычно, что ребёнок, попавший на фронт, вынужден убивать, вынужден видеть смерть вокруг себя. Он может, конечно, герой, но это очень страшная судьба. – Это романтизация происходит. – Да, но это очень страшная судьба. Я думаю, что этот ребёнок вырастает искалеченным, но он как Маугли. Он не привык жить в нормальном мире. Он перестарается жить в нормальном мире, где они воют, где есть какие-то повседневные труды. И это очень тяжёлая история, тяжёлые испытания. И то же самое происходит с мальчиком, который вдруг он себя назначил или его назначили мужчиной. Что мальчик пытается сделать? Мальчик пытается утешать маму. Он видит, что мама несчастна. Он видит, что мама плачет. Он пытается быть рядом с ней. Он пытается выслушивать все мамины жалобы. И мама, если у неё в этой ситуации не хватает понимания, что она делает, она и использует мальчика как своего мужчину, своего исповедника, своего психолога и кого угодно. Она рассказывает, как ей плохо. Рассказывает или показывает. Она рассказывает, как у него мерзавица, её муж. Возможно, его муж действительно был мерзавицем. Это не исключено или не было, неважно. Но дети в этой ситуации, кажется, на линии огня. Но дети не могут развестись ни с папой, ни с мамой. Они могут занять чью-то позицию или пытаться разрываться между обоями. Это как получается. Но мальчик, который чувствует себя маминым мужчиной, рано или поздно понимает, что он не справляется. Он понимает, что он не может. Он старается. Но мама по-прежнему несчастна. И мама по-прежнему... Он слышит от неё жалобы на происходящее. Мама несчастна, мальчик несчастен. Наверное, папа тоже несчастен. Это вот такое, когда собирается энное количество несчастных людей, образует замкнутую систему. Ничего хорошего ждать не приходится. И что происходит с тем самым мальчиком, который не справился с ролью мужчины? Какое чувство настигает? Естественное чувство вины. Естественное чувство беспомощности. И ему уже тоже надо что-то делать с этой и с виной, и с беспомощностью. Он не умеет с этим справляться. Хорошо, если в семье есть кто-то, с кем мальчик может пойти поговорить. Хорошо, если кто-то, кто мальчик может успокоить. Хорошо, когда мама или папа понимают, что рикошетом достается детям и способны с ними отдельно поговорить обо всём этом. Взрослым не всегда хватает мудрости или, например, это настолько плохо, что они не в состоянии думать о ком-то ещё. Увы. Увы. И вот эти мальчики вырастают в мужчин, которые не знают, что такое отношение с женщиной, в которой они не являются бесконечно виноватыми и ответственными. они или избегают этих отношений, чтобы чувствовать себя в покое, чтобы их никто больше не преследовал, или они снова и снова повторяют тот же семейный сценарий. Перернемся сейчас ненадолго. У нас диагноз недели. Вы можете звонить 672-12-93-9-672-13-93-9 в следующей части через пару минут. Продолжайте диагноз недели. Психиатр-психотерапевт Рейли Резник-Мартов я, Андрей Лешкевич. Говорим о разводах преимущественно в этом выпуске. И у нас есть звонок. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотел рассказать одну ситуацию и попросить, ну, может быть, такой взгляд психотерапевта. Если можно, пожалуйста. Это про развод. Да. Ну, поскольку я... Ой, извините. Помехи. А, поскольку я латышка, я, может, что-то скажу немножко по-латышке, но постараюсь объяснить. Да. В общем, познакомился с девушкой. Ну, у нас есть обоюдные спатья, там, ну, и как мужчина, женщина, и как человек, все равно. Проблема в том, что она недавно рассталась от своего парня и не хочет начинать чего-то нового. Вот. Как бы, ну, вроде симпатии есть, а вот бояться. И вопрос такой, там, можно ждать, можно быть друзьями, не давить или немножко давить. Ну, как себя вести вот в такой ситуации? Да, спасибо. Спасибо. Ну, в вашей задаче очень много неизвестных. Во-первых, во-первых, в Леониде слово «давить» ни с чем хорошим не ассоциируется. Ни у кого обычно. Во-вторых, вот, мне кажется… Ну, переведем это в слово, там, предпринимать активные действия. Ну, во-вторых, мне кажется, вот вы сказали, что она не готова к новым отношениям, но это что значит, что она не готова вступать в брак, или что она вас не любит? То есть, мне кажется, в первую очередь, любые отношения строятся на том, что люди друг другу чувствуют. И, может быть, это то, на чем вам стоит сосредоточиться, выяснить у девушки, что она к вам чувствует. Я тебя люблю, но я только-только вышел из отношений, я очень насторожен, это одно. Ты хороший человек, ты мне симпатичен, но не более того, это другое. А если человек запутался и не может дать ответа конкретного? Я думаю, что никто не придумал ничего лучшего для выяснения отношений между людьми, чем разговор. Если девушке были травматичные отношения, одна история. Если девушке была травматичная история в собственной семье, между родителями, это еще одна история. Мне кажется, для начала, если у вас есть обоюдная симпатия, точно стоит научиться много и откровенно разговаривать, точно не надавить, потому что, если обычно человек чувствует себе симпатию, интересы, желание заближаться и заботиться, он постепенно открывается. Если выяснить, что девушка тоже вас любит, наверное, тогда это вопрос времени и установления доверия. И опять слово «давить», оно как-то доверию не способствует. Открытость, близость, забота – это очень хорошее лекарство, они очень помогают. Ну вот, возвращаясь к разводам, нередко приходится слышать, что сменилась эпоха, и вот сейчас, ну и действительно приходится часто, даже если так посмотреть на своих ровесников, у многих родителей в разводе. И часто приходится слышать, что среди бабушек и дедушек такого не было, тогда не разводились. А сейчас это какая-то вот новая такая, новая реальность. Ну, во-первых, разводились и много. Во-вторых, уже, по-моему, лет 30, если не больше, я слышу разговоры о кризисе понятия современной семьи. Тоже. Что семья изжила себя, нужно ли заключать браки, не нужно ли заключать браки и тому подобные вещи. Брак вообще иногда заключают по странным соображениям. Ну, например, есть вот эта совершенно ужасная история, когда люди уже несколько лет живут вместе, неженаты, встречают, живут вместе, и все хуже и хуже. И почему-то посещают замечательные идеи, что если пожениться, то не освежат. Это спасет отношения. Люди женятся, и это, как говорят, вот странно, мы там 5-6 лет пробыли вместе, женились, через год развелись. Это очень сомнительная идея. Хуже ее только идея для скрепления отношений и завести ребенка. Потому что семью это не скрепляет. А еще одному человеку вредит. Да, появляется тому, который вообще ни в чем не виноват. Который во всем этом должен расти, терпеть родительские войны и так далее. Я думаю, история о кризисе семьи, она будет происходить. Да, появились однополые семьи. Она, вся семья трансформируется. Но, с другой стороны, в однополых там же все то же самое, по сути. Наверное. Ну, то есть, я за исключением каких-то понятных нюансов, но суть та же. Все мы люди, все человеки. Поэтому, мне кажется, разговоры о кризисе семьи продлятся еще много десятилетий. Появились семьи какие-то коллективные, где несколько супругов. Но это все больше такая редкая вещь. Редкая. Да, это такая более редкая вещь. Я думаю, что тема развода еще долго будет звучать. Но, конечно, когда мы сталкиваемся с разводом, это была ошибка изначальная или это ошибка, возникшая по ходу отношений. Это люди, которым изначально не надо было быть вместе, потому что соединить несоединимое невозможно, как и впихнуть невпихуемое, как известно. Иногда есть такая притча, которая ходит в интернете, по-моему, уже давным-давно, когда людей, проживших вместе 50 или 60 лет, спрашивают, как в нас столько лет прожить. Они говорят, что мы выросли в те времена, когда вещи чинили, а не выбрасывали. Как только они портятся, не заменяли на новые. Есть определенная логика, мне кажется. Ну, а есть наверняка ответ «да», но в том смысле, что если, опять же, все отношения находятся в глубоком кризисе, и вот эта починка, этот ремонт, он может иметь положительный эффект все-таки? И в чем он тогда должен заключаться? Ремонт точно должен происходить не с помощью волевых усилий. Потому что на одной силу и воле человека нельзя любить. Вы говорите, что все это работа над собой в любом случае. Нельзя с ним вместе жить. Нельзя людям жить вместе, как это говорится, ради детей. Это то, что так или иначе сказывается на детях. И когда люди говорят, особенно люди любят это говорить уже выросшим детям, я прожил или я прожила с твоим мамой или отцом, только ради тебя. Напрашиваются резонные ответы «а кто тебя просил?» И почему ты сейчас перекладываешь на меня ответственность за это? Это если дети осознают. Но мы часто вот это вот спасатели, которые спасают брак, потому что ради детей, ради еще чего-то, без любви. И еще одна вещь, которая помимо этой мыльной оперы часто настигает детей, они понимают, что отношения – это всегда кто-то есть жертва, кто-то есть негодяй, кто-то есть спасатель. И в своих отношениях дети, естественно, выбирают одну из таких же ролей. Они выбирают роль или жертвы, или спасателя. А другие отношения им попросту неинтересны. Если некого спасать или не от кого страдать, то этим выросшим детям такие отношения просто непонятны как это. Потому что они росли в совершенно понятной модели, в которой должна происходить бесконечная война, самопожертвование и тому подобное. Ну вот вы говорите, опираясь на свой опыт и все возможные случаи, что чаще всего вот эта мыльная опера, она по наследству передается все-таки ребенку. А разве не бывает случаев, когда ребенок, ну я не знаю, то, видимо, какая-то степень осознанности должна быть, но что он все-таки осознает, что это неработающая схема, и он ее в своей жизни отвергает наоборот. И решает, что у меня этого не будет, вот прям не на шаг. Вы знаете, это бывает. Такой антибиотик получается, он вот получает. Увы, нет. Это бывает, но чаще всего мы забываем, что вот этот сценарий, он запечатлевается в памяти ребенка на бессознательном уровне. Это не всегда совершенно осознанный выбор. Сплошь и рядом истории, где у девочки был пьющий папа, она говорит, в жизни не выйду за такого, в жизни. И она находит в себе пьющего человека или человека с другой зависимостью. Потому что бессознательное усознание всегда выигрывает. Потому что оно руководит, а мы не осознаем тех способов, с помощью которых оно нами руководит. Поэтому, конечно, люди, прошедшие через такую семейную мясорубку, очень нуждаются в психотерапии. Хотя бы потому, чтобы они осознали, на самом деле, что происходило. Я неоднократно слышал фразу от взрослых людей поначалу. У меня была прекрасная интеллигентная семья. Мам и папы развелись, они чудесные люди и так далее. Но и постепенно, постепенно этот защитный миф о чудесной семье на глазах у человека распадается. Он начинает осознавать, что на самом деле происходило в его семье, в его детстве, как все это выглядело. А осознавая это, он, соответственно, и осознает, что происходит сейчас в его семье. Что происходит в его отношениях с мужчинами, с женщинами, с кем угодно. И вот тогда это, на самом деле, дает какие-то шансы. Более того, человек, который начинает себя понимать, все-таки обычно не пытается своему партнеру навязать что-то. Он не пытается воевать, победить, согнуть, сломать и так далее. Он не пытается навязывать, он пытается договариваться. Он пытается слышать и говорить, и понимать. Вот такие отношения наиболее близки к успеху. Ну, хорошо, если мы говорим о преемственности, может ли быть другая крайность, что человек вырос, условно говоря, благополучный, абсолютно чудесно любящий семье, и вследствие этого он оказывается не готов к тому, что называют суровой реальностью. И если он, например, столкнется с какими-то микрокризисами, которые переживают все, наверное, без исключения, он становится, я не знаю, беспомощным. Я не думаю, что это так, потому что благополучная семья с любовью, с хорошими отношениями, с уважением друг к другу и к чувствам друг друга, всех членов семьи, это на самом деле хорошая прививка. Это в первую очередь человек, который в этом вырос, очень трудно им манипулировать. У него нет чувства вины и чувства собственной порочности, поэтому у него нет этих болевых точек. Да, он тоже может проходить через какие-то испытания, он тоже может совершать какие-то ошибки. То есть вырасти в благополучной семье еще не стопроцентная гарантия, ничто не стопроцентная гарантия. Но тем не менее у таких людей, куда больше шансов, поскольку они выросли не в травматичных отношениях, у них хорошие шансы не вступать в травматичные отношения в собственной жизни. И это… Просто естественным образом, да? Да. Все происходит. Хорошо, когда пара все-таки достигает развода, он, как правило, наверное, может являться долгожданным каким-то выходом. Что происходит потом, как правило? То есть у человека наступает все-таки облегчение, облегчение, опустошенность, что-то третье. Это зависит. Это ведь опять зависит от того… Но самые главные эти ловушки. Есть люди, которые после развода испытали облегчение, которые сказали себе, Боже мой, чего я ждал. Если разводящим боялись, очень затягивались с ним и постоянно давали бесконечные повторные шансы себе, своему партнеру, делали те самые последние китайские предупреждения. И потом, когда все это прекращалось, они поначалу, конечно, терялись, потому что, ну, они выпали из привычной среды обитания. Они не совсем понимают, что с собой делать, когда эти войны прекратились и больше не за что и не с кем воевать. Звонок у нас есть. Давайте примем звонок. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Пожалуйста. Просто, когда вы говорили, что благополучно и непосредственно благополучно и благополучно в семье детства, ну, хотелось бы частично согласиться, потому что сам я такой же вот типичный пример. И на пациенте бессознательный уровень нет. Когда я начал уже понимать немножко подросткового возраста, я, конечно, так себе и зарок дал, что так пить нельзя, и семья на этом не может жить, я увидел. Это как раз была иллюстрация. Это иногда хорошо сознательно действует. А вот вопрос такой, мне кажется, что причина главная неблагополучие и неблаголучие семьи. А какой будет ребенок, эгоист или нет? Потому что любовь, эгоизм – понятия совершенно противоположные, несовместимые. И если эгоист попадает в семью, то хорошо, если это проходит. Но, как правило, это первая причина, из которой все начинается. Вот вы согласны с этим, что это одна из основных причин будущих неурядиц в семье? Спасибо. Мы здесь не можем не задаться простым вопросом. А с чего это ребенок-эгоист? Что такое эгоист? Эгоист – это ребенок, который не способен любить. Это ребенок, который… Во-первых, слово эгоизм, то есть думать о себе, оно для меня не всегда однозначно плохо. То есть, хорошо бы, если бы был такой здоровый эгоизм, когда люди не занимаются принесением себя в жертву или какими-то бесконечными попытками облагодетельствовать кого-то, а просто для начала думают о том, что я чувствую, что я думаю, зачем мне все это нужно. Но эгоизм ребенка – это наследствие воспитания какого-то определенного и тоже среды, в которой он растет? Эгоизм ребенка может быть просто выработавшим защитным механизмом. Сразу оговорюсь, как многие вещи, это не является для ребенка, который вырастает индульгенцией на всю жизнь за все, чтобы он не натворил. То есть, фраза «а я такой, потому что меня была такая семья» – окей, если ты понимаешь, что ты такой, у тебя есть варианты. Ты можешь тоже найти себе психотерапевта, можешь начать анализировать, размышлять, что происходит, насколько тебе на пользу быть таким, насколько это положительный, разрушительный твоих отношений. Ты можешь что-то делать. То есть, мантра «а как меня воспитали» не работает. Это такой способ избавиться от ответственности, не более того. Но вот это у нас замечательность, у нас ребенок-эгоист, если у вас ребенок-эгоист, значит, что-то в вашей семье было не так уж, простите. – А вот вы упомянули этот тип людей, которые приносят себя в жертву, то есть, как противоположный, видимо, эгоизму в том числе. А вот это возникает вследствие, это вот тот случай, как вы сказали, когда, например, сын остается с матерью-одиночкой и становится такой опорой, псевдо-опорой? Или это другие какие-то истории? Нет, есть то же, когда люди решают не разводиться или вернуться в семью. Человек говорит, я не люблю вот этого, ну, человек говорит, я не люблю этого человека, но я буду жить с ним ради ребенка. Я вот принесу свое счастье в жертву, но чтобы быть рядом с ребенком, я буду жить там. И эта жертва ничего хорошего не приносит, в общем-то. Это человек уже приносит в жертву себя, человек сам того, не понимая, приносит в жертву и ребенка тоже, потому что ребенок видит, что такое жить в семье, где родители друг друга с трудом терпят. То есть, это нахождение вместе – это, как известная песня, скованная одной цепью. Оно не от хорошей жизни. Поэтому тот человек, где принесут себя в жертву, он может полон благих намерений, но он не до конца понимает, почему он на самом деле это делал и чем это закончится. А то, что касается, вот тоже, она из политической точки зрения актуальная тема, вот оформление вообще отношений, партнерских отношений сейчас обсуждается. Вот если говорить не о разводе с юридической точки зрения, а именно о расставании, есть же пары, у которых есть дети, но которые не оформили свой брак, это тоже достаточно распространенная история. Если нет этого юридического момента развода, а нужно просто расстаться, это то же самое или это все-таки другое? Я думаю, что это то же самое. Потому что дети, когда у них есть родители, пусть нет штампов в паспортах, но если дети зовут папа и мама, и люди живут вместе, для них это семья. Поэтому здесь принципиальной разницы я никакой не вижу. Я думаю, что… Еще раз сказать однозначно, развод-то плохо, развод-то хорошо, мы не можем. Все зависит от людей, которые разводятся, от детей, которые остаются после этого. Но совершенно точно, я сейчас скажу, банальность, но эти банальности неизбежны. Банальность, кстати, из опыта моей работы, люди, которые разводятся, чтобы посвятить поменьше времени выяснению отношений друг с другом и побольше времени для того, чтобы защитить детей. То есть для детей развод будет, конечно, травмой в любом случае. Но развод, при котором дети видят, что папа и мама расстались без обоюдной ненависти, они не наблюдают эту бесконечную войну с оскорблениями, с попытками манипулирования детьми, привлечения их на свою сторону и тому подобными вещами. Вот это было бы, по крайней мере, не знаю, во-первых, было бы по-доброму. Во-вторых, мне кажется, странно для терапии это очень непорядочно, когда мы на маленьких детей перекладываем собственные эмоциональные бури и ответственность за них. Вот это то, что любой ценой стало бы избежать. Ну что ж, нам пора завершаться. Диагноз недели – рели Резник Мартов. Через неделю мы снова увидимся, посмотрим, кто будет вести эту программу. Ну, один из нас… Будет наверняка. Наверняка будет. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания.